Ну, практически это возможно. Мы же знаем, что есть модели разные. Есть вообще модель КНДР, где есть, по сути, такой национальный интранет. Например, интересный опыт. Я, безусловно, не являюсь его адептом, но, тем не менее, КНДР — это не страна, где все-таки живут люди, не имеющие денег на пачку риса, хотя иногда это тоже правда. Но у них в плане информационных технологий внутренняя система достаточно продвинутая. Есть китайская модель такого ограниченного доступа, есть европейская, есть американская. Но, наверное, нам нужно выбирать что-то среднее между китайской и европейской моделью. Мы как раз где-то посередине находимся. Интуитивно кажется, что где-то истина там и лежит. То есть, безусловно, та грязь, которая была в нашем интернете еще 2-3 года назад, прекрасно понимаем, о чем идет речь, когда тебя просто обваливалось, и ты просто боялся ребенка усадить за компьютер, потому что очень легко он находил сайты любого содержания, от порнографии до таких суицидальных вещей. Этого нет даже в США. Надо просто понимать, что за этим всем должен быть контроль. Причем не только за информацией. Найти-то потом владельца сайта не так сложно. Может быть, если он совсем там сидит, закрыть уж доступ-то ему точно можно. В определенной степени мы здесь делали шаги, и мне кажется, что они правильные. Потому что интернет, конечно, сейчас стал чище. Вот этого ужаса такого стало меньше. Но, тем не менее, ощущение, что сейчас немножко как бы наоборот. Государство то ли расслабилось, расслабились некоторые чиновники, решив, что все хорошо. Потому что опять эта вся грязь полезла. Этого, безусловно, быть не должно. Даже речь не только, может быть, про суициды и порнографию, и другие какие-то незаконные вещи, как терроризм. Но, например, я сам стал жертвой того, что хакеры знаменитой организации «Шалтай-болтай» мне скрыли почту. Потом это все выкладывали, продавали, писали на меня заказные материалы. У меня была абсолютная уверенность, кому это выгодно. Но в итоге заблокировать даже эту информацию и наказать ненавных мне не удалось под предлогом того, что найти не можем. А «Шалтай-болтай», несмотря на то, что он запрещен, они назвали «Шалтай-болтай-2» и точно так же транслируются по всей территории России. Вот этого точно нет. Ни в Израиле, ни в чем подобном. Я даже делал эксперимент, что во многих странах пытался набирать те сайты, которые у нас в России, увы, к сожалению, до сих пор открыты. Там, несмотря на то, что все было на русском, система давала понять, что такая информация запрещена к распространению в той или иной стране. Конечно, есть опасения, что у нас, как в случае с телевидением, что все ограничится политическими направлениями, то есть заткнут рот оппозиции под предлогом борьбы с Чернухой, а Чернуха как была, так и останется. Но давайте делать в наших усилиях. Интернет-сообщество достаточно продвинутое, оно молодое, оно активное. Может быть, если это будет жесткая позиция интернет-сообщества в этом отношении, то разумные ограничения в интернете, а без ограничений это просто бушующий океан, будут именно там, где нужно, о которых я рассказал.